Ну он вчера, позавчера, пан Паярков сказал, что мы смоктали в Бельнике. Мне знакомые прислали интервью Пикалова. И Пикалов, представляете, он вдруг ни с того ни с сего. Он наехал на тебя там в этом интервью, да? Да. И понимаете, и эта брехливая тварь врет, что Паярков ходил на наши концерты. Колись приходил на наши концерты, ходил за мной с каталогом своих работ. Казал, Саня, ну купи, ну купи, за что я говорю? Нет, тебе дуже дорого. Я никогда не был на ваших концертах. Они сами себя убедили, что все ходили на их концерты. Они сами поверили в свою брехливую вот эту вот теорию жизни. Они сами себе врали и поверили. Пикалов на самом деле верит, он где-то внутри верит, что вот он себя убедил, что как же это он, как он мог не ходить на наши концерты? Да не ходил я на ваши вонючие концерты, представляешь? Причем совершенно бесплатно. И теперь этот чмор, оно же не может сказать, а вот он был тогда-то, тогда-то. Да не был никогда. Вы хоть СБУ берите, хоть проверяйте все камеры. Я ни разу не был ни на одном концерте. А это чмор, оно соврало? Оно соврало людям в интервью «Украинской правде». Вы думаете, это чмор извинилось перед теми, кому он соврал? Чмори никогда не извиняются. Ничего Пикалов, ничего Зеленский никогда ни за одну свою ошибку не извинились. Им впадло извиняться перед людьми. Это просто, это патологично. Это профессиональная деформация. У всех людей есть профессиональная деформация. Есть профессиональная деформация политика, допустим. Политики, они по-настоящему никогда не враждуют. То есть между политиками не бывает вражды, личняка. Они понимают, что это политика. Вот в интервью они друг друга поливают грязью на телевидении, где-то с трибуны Верховной Рады. Но они понимают, что в политике это не значит личной вражды. То есть если человек влез в политику, что Зеленский, что Пикалов влез в политику, любого своего гнобителя и обзывателя, они не имеют права ненавидеть по-человечески. Валерий, ждайте денег, я вас прошу. Повлияйте хоть как-то на телеканал 1 плюс 1, и пусть им дадут хотя бы какую-то маленькую часть тех денег, которые должны. Поговорите с 1 плюс 1, пускай чуть-чуть денежек перечислят. Идете хотя бы секундочку, чтобы съездить на канал 1 плюс 1, ну и там поговорить, ну хоть немного, навести там порядок. Я просить бабла не буду, так заработаю. С днем рождения, любви до головокружения. Желаю вас в следующем году, чтобы у вас было все как прежде, а у нас хоть что-нибудь поменялось. Рождение, любви до головокружения. Спасибо. И опять, когда вот было противостояние Тимошенко-Порошенко, помните там Приющенке, это никогда не переходило на уровень животного неприятия. Люди понимают, это условие игры. Это условие игры. Точно так же, как врачи, допустим. У них тоже политическая, ну то есть не политическая, а врачебная деформация. Они каждый день видят смерть, видят страдания. Они не могут сопереживать. Они не могут обливать всех пациентов искренней эмпатией. Ну да, хирурги не боятся крови и не падают при ее виде. Это у артистов профессиональная деформация. Вот что у Зеленского, что у Пекалова. Они не верят, что кто-то их может не любить. Знаете, ну вот как, то есть это, ну опять, это инфантильность, которая, то есть я, опять, я даже не могу сказать, что они дураки. Просто у них деформирована психика в соответствии с профессией. Профессия деформировала очень тяжело человеку не поддаться этому. Так надо быть такой цельной личностью, и тут надо быть независимым. Потому что, с другой стороны, посмотрите на вот коллектив 95-го квартала. Ведь они каждый сам по себе, вот останься они сами по себе, у них нету, ну, то есть им нечем зарабатывать на жизнь. Они могут то-то обслуживать и вылизывать интересы Коломойского. То есть если барин будет недоволен, они окажутся на улице. Они как крепостные. То есть это психология халуя. Психология крепостного человека, который привязан к барину и зависит от барина. А кто они без канала Коломойского? Да нищеброды и чмошники. Куда они пойдут? Если барин, у которого они крепостные, 95-й квартал, куда-то денется или просто выгонит их на улицу, они передохнут с голоду, потому что они в жизни не умеют ничего. Понимаете? И вот тут, опять, есть большое преимущество человека, который говорит, да мне пофиг. Мне пофиг, любая партия, любой политик. У меня есть способ заработать вот на вот таком диапазоне. Понимаете? И журналист на самом деле, мы сейчас пришли к теме свободы слова. Журналист у нас практически... У нас нет такой профессии. Потому что, понимаете, то, что выдается на гора, это, как правило, не журналистика. Ну и то, что им платится, это тоже не зарплата. Понимаете? За не зарплату мы имеем не журналистику. Потому что все каналы убыточные. Все каналы, которые вот, ну вот, они убыточные. И поэтому, если дана команда каналу, да, мы сегодня, мы поднимаем Саакашвили. Да, приходят гости, все вылизывают в Саакашвили. А то, что Саакашвили растратил миллионы денег из госбюджета на похудение Саакашвили, потратил больше 100 тысяч на докторов, которые его там худели. Больше 100 тысяч на личного повара потратил. Он дал команду калечить и убивать людей, мирную демонстрацию, которые вышли против него в Грузии. И грузины это помнят. И смотрите, они после Иванишвили уже избрали следующего президента. Казалось бы, как должна задолбать любая власть. Но они все равно, смотрите, в полтора раза больше против Саакашвили проголосовали, чем за него. Вы посмотрите, каким надо быть все-таки негодяем и подонком, я про Саакашвили, чтобы прошло столько лет, а люди не могут тебе простить и забыть. Потому что на самом деле, друзья, заканчивая тему Саакашвили, это большое вранье про Саакашвили-реформатора. Реформатором был Каха Бендукидзе, там была Нино Бурджанадзе, был коллектив людей, которые делали реформы. Фасадом, вот этой вот медийной частью, был Саакашвили. Он не занимался реформами, он занимался презентацией реформ. Он трепал языком, мыслью по древу, он был фасадом. Фасадом, и когда этот фасад возомнил себя творцом реформ, он же посрался со всеми. Из Бурджанадзе, со всеми, кто делали реформы. Они сказали, Михо, ты что, охерел? Какой ты реформатор? Мы делали реформы коллективом. Ничего не одеяло на себя, ты ж тупой, как пробка. Ты ж сам по себе не умеешь ничего без коллектива профессионалов. Но у Миши слетел с катушек, как Зеленский слетел с катушек, как Янукович слетел с катушек. И он вообразил себя гением человечества, который провел реформы. Друзья мои, просто проверьте, это же есть в интернете. На самом деле есть куча людей, тот же самый Жвания, покойный министр в Грузии был. Не наше Жвание, а их Жвания. Которые это создали, эти грузинские реформы. И обратите внимание, ну если Саакашвили не врет, и он реформировал Грузию, и там прошли реформы. Почему Мише не нравится, что реформированная полиция, реформированная прокуратура посадили Мишу в тюрьму? Либо он врет о том, что он великий реформатор. Ну как же ты реформировал, если ты говоришь, что тебя несправедливо сажают? Хорош цена тогда твоим реформам. Тогда ты ему дозвон. Тогда никаких реформ не было, если ты осуждаешь результаты своих собственных реформ. Мишу, сиди в грузинской тюрьме и на своей шкуре разожранной, чувствуй результат своих реформ. Каждый реформатор да почувствует результат своих реформ на своей шкуре. Я про каждого нашего политика сейчас говорю, про каждого президента, которые были, есть и будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...